Всем привет, меня зовут Неркин и добро пожаловать на второй сезон морского хардкора. Это Майнкрафт 1.13, у нас подрублены шейдеры и мы с вами в принципе можем наконец-то повторить то, что у нас не получилось. Точнее не у нас, а у меня я умер, если не ошибаюсь в седьмой или в шестой серии, когда пошел в лесной особняк. Надеюсь, в этот раз у меня все получится и у меня к вам есть один небольшой вопросик. Сейчас в правом верхнем углу вылезет опрос, где вы должны будете дать ответ. Хотите ли вы, чтобы я снимал с веб-камерой или не хотите этого вообще? Не хотите видеть мое страшное лицо? Дайте пожалуйста ответ, если будет много голосов, то в следующем видеоролике я уже буду снимать себя с веб-камерой. В общем давайте, первая серия, пожалуйста, поставьте лайк, поддержите мне, напишите пожалуйста какие-то хорошие пожелания и если у нас все будет хорошо, то мы будем продолжать. А также дайте мне каких-то нибудь пару советиков, как бы, как будет лучше для вас. В общем, думаю вы поняли, всем привет, меня зовут Неркин, я уже это говорил, но мы начинаем открывать Майнкрафт по-новому. Вперед за истиной! Хей, ты всегда хотел получить лицензию Майнкрафта? Ну вы, у тебя не хватало денег. Это не проблема, ведь есть мой магазин аккаунтов nerkinshops.ru. Здесь вы найдете три типа Майнкрафта, это стандартный, премиум и с полным доступом. Сейчас действуют скидки. После покупки ты сможешь играть на своих любимых лицензированных серверах. Также у нас есть множество способов оплаты, в общем ссылочку найдете в описании. И не отказывай себе в удовольствии, ведь можно получить так много, отдав так мало. Ну что же, я немножко побегал вот тут сюда туда, посмотрел как ломаются блоки, потому что я играю первый раз на версии Майнкрафт 1.13 с шейдерами. Вроде бы все хорошо, нормальный фпс, я подрубил новые текстуры и мне кажется так стало даже более-менее лучше. И сразу, чтобы не было ни у кого никаких вопросов, я беру, переписываю команду, ой, здесь сид, чтобы вам было интересно. Вот такой вот огромнейший ключ генератора. Я постараюсь оставить этот сид в описании, если не забуду, чтобы вам не было сложно его переписывать. И вот я появился здесь, не знаю, вот здесь пустыня, здесь вот лес. Давайте мы немножко вылезем на какое-то дерево и посмотрим, куда же нам отправиться. Ну что же, здесь есть пустыня, я вроде бы не вижу никаких данжев и... А нет, все-таки смотрите, вижу, есть один данж, мы прямо сейчас туда и пойдем. И вроде бы все, стоп, да вы что шутите, серьезно? О господи, ну-ка, давайте-ка посмотрим, здесь даже есть, смотрите, деревня и вижу скелета. Привет, дружище, нет, пошел ты, ха-ха-ха, не попал. Ну давайте, наверное, мы пойдем сначала в деревню, посмотрим, что там и если что, то в принципе можем там обосноваться, чтобы нам не было так сложно. И знаете что, в этот раз я решил не выключать автоматическую регенерацию, чтобы нам не пришлось искать золотые яблоки и каждый раз восстанавливаться, потому что есть шансы того, что я могу умереть, потому что вы видели, что было в предыдущих сериях. И я вижу здесь есть сразу же свинюшки небольшие, поэтому это не будет так сложно, чтобы сделать себе ферму, потому что я более чем уверен, что в деревне есть морковка и у нас сразу же есть хотя бы какая-нибудь еда. Так, надеюсь, в этой деревне, кстати, еще будет кузнец, не знаю, будет ли он или нет, но деревня довольно огромная и, похоже, нет, здесь нету кузнеца, как я вижу, или он все же где-то будет. И это прискорбно, это печально, смотрите, здесь нету нигде кузнеца, ну вы что, шутите, серьезно? Вот так все хорошо начиналось, а кузнеца нету. Ну ладно, в принципе, здесь очень много таких, как я вижу, жителей и даже священник есть, хотя тут нету церкви, если не ошибаюсь, да? Нет, здесь нету церкви. И знаешь что? Привет, я тебя сразу хочу убить, пошел отсюда, не порть, не порть население своим присутствием, зеленый, бедный, нищий житель, пошел отсюда, ну-ка, давай, уйди. Убирайся, ты никому не нравишься, ты все-таки портишь все. Да, до свидания. Так, смотрите, вот в той стороне у нас есть еще один данжик, это пустынный данжик, нам нужно туда пробраться, но для начала нам нужно хотя бы как минимум сделать себе небольшие инструментики. Какой же все-таки прекрасный этот закат, смотрите, шейдеры просто невероятно крутые. Мне очень сильно нравится, но знаете, что я пока сделал себе инструменты, деревянную кирку, деревянный меч и также деревянный топор и еще небольшой сундучок с верстаком. Вот здесь его поставлю, уже началась ночь и знаете что? Здесь не очень много овец, только есть одна черная, но блин, где же еще есть овцы? Сейчас начнут добавляться очень много, есть овцы, есть, есть, отлично, прекрасно. И каким-то образом я получил только что морковку, съем ее и быстрее, ребята, быстрее, ну-ка. Давай, 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 овечка, 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 все. Ну-ка, где ты, где ты, стой. Первая овца убита, еще одна, вторая овца, давай, давай, есть, вторая убита и третья, где ты? Есть, убита овца, все, выдвигаемся к себе к верстаку и делаем быстро кровать, потому что придут зомби, убьют всех жителей, убьют всех и меня это не очень сильно радует. Вот, белая кроватка есть, ставим ее где-то вот здесь, бум, спим, спим, все. И спим, и радостью с ним мы выполнили новые достижения, все. Первая ночь была пережита спокойно и без каких-либо трудностей. И вот рассвет тоже красивый, смотрите, господи, мне аж прям сердце радуется. Так, где здесь еще морковка, это что такое, это что такое, это, это свекла. Вот, я вижу морковка раз, вижу морковка два и три, я их съем все и выдвигаемся сразу же прямиком в наш данж. Не будем заниматься этим странными делами, создавать себе какие-то каменные вещи и все тому подобное в таком роде. Не, оно нам не нужно, сразу идем в данж, мы будем хардкорными ребятами, мы не будем такими осрожными и так дальше, мы сразу идем в данж. Ну что же, ты полностью был засыпан песком и знаешь что, я уверен, что ты хотел к мне спрятаться, но так просто это сделать не получится. Так, спускаемся потихоньку, надеюсь здесь нету никого, никаких монстров, ну-ка где вы там, фуф, вроде бы все чисто, вроде бы все чисто и нам нужно где-то опускаться вот здесь, да, да, спускаемся вот здесь, чтобы не попасть на нажимную плиту, потому что там есть ТНТ. Я уверен, что многие из вас уже хотели, чтобы я взорвался прям в первой серии, но этого не будет. Ну-ка потихоньку это все сразу соберем. Так, есть, ТНТ собраны и я теперь буду спокойным, я не взорвусь и это меня очень радует. Ну, если, конечно, есть такой вариант, что вот здесь Крипер бахнется сюда и прям взорвет меня, но шансы маленькие. Давайте посмотрим, что у нас здесь в сундучках. И фигня, порох, кость, песок и еще паучий глаз, ну такое. Второй сундук и тут, ну да, есть, отлично, есть изумруд, но гнилая плоть, порох и песок и все. Ну-ка, третий сундук и что здесь? О, железная конская броня и золотая конская броня, гнилая плоть и нить, ну такое себе. Хотя, в принципе, золотая конская броня и железная, это прям, ну вот то, а, и седло есть, прекрасно, у нас уже есть конь, лошадь. Осталось только ее найти и приручить. Следом у нас и, да ладно, нитки, нитки, песок, кость, паучий глаз, ну такое, если честно. Ну да пофиг, ладно, все соберем и пойдем наверх. Ну, если честно, от пустынного данжа я ожидал чего-то большего. Ну, например, хотя бы как минимум, как минимум, алмазную броню, алмазный меч, алмазные панно, же ботинки и шлем. Ну, а тут какая-то фигня была, я не знаю. Хотя, у нас есть один изумруд и мы, в принципе, каким-то образом можем поторговать с нашими жителями, но я уверен, что за один изумруд я толком ничего не куплю. Кстати, смотрите, кого я здесь нашел, это картограф. И если я его расторгую, то я, наверное, смогу купить опять же таки себе карту лесного особняка. И опять же таки закончить летсплей на нем. Не, я шучу, и такого не должно быть. Бронник? Вы, вы сейчас, бронник? Вы, вы что сейчас шутите? Какой нафиг бронник? Что такое бронник? Я так, когда играл с друзьями в стрелялки на улице, говорил, что, у, давай, одень броник, типа бронежилет, но... Что это за перевод в Майнкрафте? Вы что сейчас шутите? Ты, вы, вы, сколько вас здесь? Вы что, уйдите отсюда с этой деревни? Вы мешаете размножаться нормальным жителям. И ты уйди отсюда, ты что тут встал? Пошел. Да, все, больше их нету. Привет, а ты кто? Ты кожевник. Кожи у меня, правда, нету, но, ну ладно, такое себе. Так, привет, ты мясник у нас, и ты продаешь у нас, точнее, ты покупаешь курятину и сырую свинину. Благо, у меня ее нету, точнее, жаль, что у меня его нету. Библиотекарь, и кто еще здесь есть? Ну-ка, расскажите, где вы спрячетесь? Еще один, смотрите. Что, еще один бронник? Инструментальщик! Вы сейчас бы видели мое лицо, оно просто в недоумении. Какой нахрен инструментальщик? Мне кажется, инструментальщик, он вообще как-то вроде бы в каких-то группах играет. Инструментальщик на инструмент. Короче, это бред полнейший. О, смотрите, за 5 изумрудов он продает железную лопату с эффективностью 3. Ну-ка, и крайний, или последний, я не знаю, вроде бы последний, и еще один мистник. Все. Это красиво, это прикольно. В принципе, мы можем на первое время здесь обосноваться. Что там такое? Нет, там ничего нету. Мы можем здесь обосноваться и, в принципе, начать свое путешествие. Здесь есть вода, поэтому морское хардкор, он как бы нарастает, нарастает потихонечку. Но здесь просто небольшое озеро, и больше здесь ничего нету. Новый день, новые возможности. Что вы, братаны, каву пьете, да? Покуриваете папироску, да? О, понятное дело. Ладно, я с вами не хочу общаться. Кыш, идите отсюда, пейте и курите вот там где-то. Мешаете, или, впротив, организация. Курите, значит, да, в общественном месте. О, смотрите, кого я здесь нашел. Огромную лошадь. Давайте-ка мы на нее попробуем усесться. Ну-ка, что? Садимся, садимся, полюби нас. Полюби меня таким, какой я ей есть. Ну-ка, давай, у меня для тебя есть седло, броня. Не сопротивляйся, ты все равно моим станешь. Есть, новые достижения, друг человека. И что ты мне можешь дать, например, смотри, вот я тебе дам железную конскую броню, и седло, и я на... Что? Что происходит? Что происходит? Что это такое вообще? Я не могу понять, ну-ка, стоп. Ага, ну-ка, а если золотую? Ты, ты... Стой, где ты? Стой, пожалуйста, где ты? Черт побери, ну-ка, нужно ориентироваться по тени от этого существа. Оно вообще... Я слышу, но оно пропало. Стоп, ну-ка, где ты? Черт побери. Оно смотало... Есть, 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 есть. Фуф, ребята. Невидимая лошадь только что хотела. Это были цыгани, они хотели украсть у меня лошадь. Украсть, украсть у меня лошадь. Ладно, в общем, давайте будем на этом с вами, в принципе, заканчивать. Это была первая серия, она была такая, знаете, лайтовенькая. Немножечко вас порадовать, порадовать тех, кто жал второго сезона морского приключения, морского хардкора. И знаете что, мне кажется, первая серия очень хорошо стартовала. Она такая, знаете, простенькая, мы ничего толком не делали. Но в будущих сериях, я уверен, что мы уже начнем заниматься какими-то огромными своими проектами. Выживать, проходить дальше и так, и тому подобное. Напишите, пожалуйста, что вы думаете про этот летсплей, про этот сезон второй. Хотели вы его? Ждали ли вы его? И пожалуйста, поставьте лайк, чтобы он продолжал свое существование. Потому что мне дико вкатывает морской хардкор. Возможно, в будущем выйдет Форж на эту версию. И мы наконец-таки сможем установить сюда какие-то моды. И я наконец-то себе насобираю на новый компьютер, чтобы вообще играть с модами. Потому что на моем ноутбуке вообще нереально играть с модами. Я устанавливаю 5 модов, более-менее таких средненьких. И все, Майнкрафт просто лагает. А еще плюс шейдеры. Ой, даже забудьте про это. Ну, надеюсь, в скором времени я наконец-то насобираю себе на компьютер. И мы с вами сможем играть в моды паки. Но это еще в будущих планах. В общем, ставьте лайки, пожалуйста. Делитесь этим видео с моими друзьями. Не забывайте подписаться, если вы этого еще не сделали. Нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход следующих видеороликов. А с вами был Ян Эркин. И помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышемся.